Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины и это мой канал о жизни, эмиграции и путешествиях по Аргентине и не только. И сегодня мы с вами на самом настоящем ранчо-гаучо. Идемте посмотрим, как здесь живут, как здесь отдыхают и вообще погрузимся в атмосферу одного из самых лучших ранчо в Аргентине. У каждого свои ассоциации с Аргентиной. Для кого-то это танго, футбол и сочные стейки с хорошим вином, а для меня Аргентина – это земля-гаучо. Людей, крепко стоящих ногами на земле и выращивающими миллионы и миллионы поголовья коров, лошадей и овец по территории всей страны. Поэтому самые любимые экскурсии для меня – это в гости-гаучо. Именно здесь вы прочувствуете настоящую Аргентину с лучшими стейками и вином. И здесь даже можно остановиться на ночь вот в таких красивых домиках, специально построенными для гостей. Идемте, посмотрим мой номер. В этом видео у меня собраны сюжеты из разных моих поездок. Это было зимой, поэтому печка-боржуйка. Как видите, большие просторные номера. Все очень красиво и со вкусом оформлено. Такой сельский аргентинский Прованс. Туристов в первую очередь встречают хорошим вином и пирожками с мясом. Такой вот «Добро пожаловать на ранчо» – это хозяйский сын, будущий хозяин огромного ранчо. Он уже учится быть гостеприимным тоже. Трудно представить жизнь пастухов, коими являются гаучо без лошади. Лошадь для гаучо – это как часть их самих, их продолжение. Поэтому к лошадям особая любовь и уважение. Я тоже с некоторых пор очень люблю лошадок, хотя раньше их боялась. Но лошади – это очень и очень умные существа. И чтобы гости могли поглубже погрузиться в жизнь гаучо, прогулки на лошадях по полям и долинам – одно из основных развлечений на ранчо. И какая красота вокруг! Субтитры создавал DimaTorzok 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 И на моем канале уже есть видео с другого ранчо, где можно посмотреть. Там я больше рассказываю о культуре, о традициях гаучо. Здесь же я хотела больше показать атмосферу исторического особняка, построенного еще в 19 веке в итальянском стиле. И с какой любовью все сделано. Какие потрясающие пейзажи. Также это съемки я уже делала рано утром, как только проснулась, вышла. И тут просто невероятная красота, как из сказки. И это именно то, ради чего я и переехала в Аргентину, в Южную Америку. Поэтому вот ловите мой ответ на ваш постоянный вопрос, который честно меня уже за два года замучил. Почему я из Испании переехала в Нищую Аргентину. Вот за вот этой вот эстетикой. Это то, что я искала и то, что я нашла в Аргентине. Дуб 1885 года. И релакс. Полный релакс при виде этих пасторальных картинок. Вообще цель моего этого видео была вам показать саму атмосферу. Поэтому давайте я немножко помолчу, а вы понаслаждайтесь пейзажами настоящего аргентинского ранчо. Пейзажами. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok